Вся заработная плата россиян вскоре может стать белой. В Совете Федерации решили кардинально бороться с любителями серых схем. Штрафы для таких бизнесменов могут вырасти сразу в 50 раз. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов уже отправил запрос министру экономического развития с предложением ужесточить санкции в отношении непорядочных предпринимателей, пишет ТАСС. Чиновник предлагает поднять штраф до суммы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Сейчас максимальная санкция составляет 2 тысячи. Также в правительстве посчитали, что общий объем серых зарплат в стране превысит 10 триллионов рублей за год. Такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе правительства. А так называемую неформальную экономику уже назвали в числе основных рисков для бюджетной системы страны. Но это те мелкие производства и предприниматели, которые никак не зарегистрированы, не платят налоги, но при этом работают и получают выгоду. Впрочем, с этой теневой экономикой можно и нужно бороться, считают в правительстве. В качестве инструментов борьбы власти называют внедрение цифровых технологий и совершенствование налоговых режимов. Инвесторы готовы реализовать в Хабаровском крае проекты на 150 миллиардов рублей. Об этом заявил глава корпорации развития Дальнего Востока Аслан Конукоев. На эту сумму резиденты из территории опережающего развития и свободного порта Владивосток заявили свои проекты. В данный момент уже заключено 87 соглашений и планируется создать 9300 рабочих мест. Напомню, что в Хабаровском крае действуют территории опережающего развития Хабаровск, Николаевск и Комсомольск. Режим свободного порта распространен на Ванинские и Советско-Гаванские районы. Реальные доходы россиян вырастут уже в этом полугодии, правда, всего на 1%. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития страны. Этому должна поспособствовать резко снижающаяся инфляция. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рост продолжится и в последующие годы. Так, за 2020 год реальные доходы жителей страны вырастут уже на 1,5%, а к 2024 году доход увеличится почти на 2,5%. Между тем, число россиян с доходом ниже прожиточного минимума на данный момент составляет более 20 миллионов человек. И этот показатель за последний год вырос. Следим за новостями экономики.